Дэн Ариэли Двадцать лет, отданных мной карьере исследователя, доставили мне огромное удовольствие и принесли понимание того, что же на самом деле влияет на наши повседневные решения. И это часто прямо противоположно нашему привычному представлению на этот счет. Знаете ли вы, почему мы так часто обещаем себе сесть на диету, но моментально забываем об этом, как только в поле нашего зрения появляется аппетитный десерт? Знаете ли вы, почему мы иногда безудержно покупаем вещи, которые на самом деле нам не нужны? Знаете ли вы, почему, приняв таблетку аспирина стоимостью один цент, мы продолжаем жаловаться на головную боль, однако мгновенно испытываем облегчение, проглотив аналог в разы дороже? Знаете ли вы, почему люди, которых попросили вспомнить десять заповедей, склонны вести себя более честно, по крайней мере сразу после этого разговора, чем те, кого не просили? Или почему принимаемый в компаниях кодекс чести действительно снижает количество случаев нечестного поведения сотрудников? Прослушав аудиокнигу, вы узнаете ответы на эти и многие другие вопросы, влияющие на вашу личную деловую жизнь, и это изменит ваше отношение к окружающему миру. К примеру, знание ответа на вопрос об аспирине скажется не только на том, какие лекарства вы купите себе в следующий раз, но и поможет в решении более глобальных проблем. Например, в выборе медицинского страхования в адекватном соотношении цена-качество. Если мы поймем, какую роль могут сыграть десять заповедей в борьбе с непорядочностью и нечестностью, то, возможно, сумеем предотвратить и следующее дело Энрон. А осознание причин бессмысленных перекусов при отсутствии голода поможет понять причины и других импульсивных решений в нашей жизни. Например, ну почему же нам никак не удается отложить денег на черный день? Цель этой книги состоит в том, чтобы помочь вам пересмотреть стереотипы решений и поступков, определяющих вашу жизнь. Я посвящу вас во все тонкости своего научного исследования. Предоставляю вам, мои слушатели, результаты научных экспериментов, неожиданных открытий и интереснейших курьезов. Как только вы поймете, каким образом допускаете системные ошибки, повторяющиеся снова и снова, вы научитесь их избегать. По крайней мере, я на это надеюсь. Я расскажу вам о своем любопытном, практически применимом, забавном, а в некоторых случаях даже вкусном исследовании множества областей жизни. Питания, шоппинга, любви, денег, прокрастинации, честности и даже пива. Но перед этим считаю важным объяснить вам причины моего неортодоксального взгляда на мир, благодаря которому и появилась эта книга. Они были достаточно трагичными. Все началось с катастрофы, в которую я попал много лет назад. За несколько секунд обычного пятничного вечера изменилась вся моя жизнь. Жизнь заурядного 18-летнего израильтянина. В результате взрыва большого магниевого факела, из тех, что использовались для освещения поля в бой в ночное время, 70% моего тела оказались покрыты ожогами третьей степени. Следующие три года я провел в больнице, замотанный в бинты, и лишь изредка появлялся на людях, одетый в тесный синтетический костюм и с маской на лице. Я напоминал злую пародию на Человека-паука. Не имея возможности участвовать в обычной жизни моих друзей и семьи, я чувствовал себя оторванным от общества. По этой причине я начал размышлять над тем, что когда-то было моей жизнью. В качестве наблюдателя из другой культуры или даже с другой планеты. Я стал анализировать причины того или иного поведения, как моего, так и окружавших меня людей. Я размышлял, почему я влюблялся в одну девушку, а не в другую. Почему моя новая жизнь строилась по правилам, удобным для врачей, а не для меня самого. Почему я предпочитал изучение истории скалолазания, или почему я был так зависим от мнения других людей. Но больше всего меня занимал вопрос о том, что мотивирует людей в жизни и заставляет всех нас вести себя определенным образом. За годы, проведенные в больнице, я познакомился с разными видами боли. А между операциями проходило достаточно много времени для того, чтобы я мог предаваться размышлениям. Поначалу моя ежедневная пытка происходила в ванне. В ходе этой процедуры меня погружали в дезинфицирующий раствор, снимали бинты, а вместе с ними и омертвевшие частицы кожи. Когда тело покрыто кожей, действие этого раствора почти не ощущается, а бинты снимаются без особых усилий. Однако, если кожи на теле нет, или почти нет, как в моем случае из-за множественных ожогов, дезинфицирующие вещества нестерпимо жгут, бинты приклеиваются к мясу, и их снятие, то есть отрывание, приводит к ужасной, неописуемой и ни с чем не сравнимой боли. Поначалу, находясь в ожоговом отделении, я часто беседовал с медсестрами с целью понять их подход к проведению этой процедуры. Медсестры обычно привычными движениями захватывали бинт и срывали его так быстро, как только это было возможно, вызывая при этом сильный, но относительно короткий приступ боли. Однако этот процесс продолжался примерно в течение часа, до тех пор, пока они не снимали последний бинт. После этого меня покрывали слоем мази и новыми бинтами. На следующий день все повторялось снова. Я быстро понял. Медсестрам казалось, что для пациента лучше, если бинт отрывается быстро. Если бы они делали это постепенно, боль была бы столь же сильной, но продолжалась бы намного дольше. Медсестры также считали, что нет никакой разницы, каким из двух методов проводить процедуру. Начинать с наиболее болезненных участков тела, продвигаясь к менее болезненным, или делать все наоборот. Как человек на своей собственной шкуре, испытавший, что такое снятие бинтов, я не мог с ними согласиться. Тем более, что их убеждение никогда не проверялось с помощью научных методов. Кроме того, их теории совершенно не учитывали, какой страх в ожидании лечения испытывают пациенты, и как тяжело переносить вспышки острой боли в течение длительного времени. Особенно, когда неизвестно, в какой момент она начнется и когда закончится. Медсестры не понимали, насколько пациентам было бы легче, если бы они знали, что по ходу процедуры боль будет ослабляться, а не усиливаться. Однако, мое беспомощное состояние не давало мне ни малейшего шанса повлиять на то, как со мной обходились. Как только у меня появилась возможность надолго покинуть больницу, хотя я должен был приходить на небольшие операции и осмотры на протяжении еще пяти лет, я поступил в Тель-Авивский университет. В начале первого семестра я выбрал один из предметов, который сформировал мое представление об исследованиях, и более того, определил мое будущее. Я говорю о занятиях по психологии мозга, которые вел преподаватель по имени Ханан Фрэнк. Профессор Фрэнк рассказывал нам массу интереснейших вещей о том, как работает мозг. Но не меньше этих рассказов меня поражало его отношение к вопросам студентов, и тем альтернативным теориям, которые они выдвигали. Каждый раз, когда я поднимал руку в аудитории или заходил в кабинет профессора, чтобы поделиться своей интерпретацией фактов, изложенных на лекции, профессор отвечал мне, что моя теория допустима, пусть и маловероятна. А затем предлагал провести эмпирический тест, который позволил бы наглядно продемонстрировать ее отличие от общепринятой теории. Проведение подобных тестов не всегда было возможным. Однако сама идея о том, что наука представляет собой эмпирическое упражнение, в котором любой участник, даже такой студент-новичок, как я, может выдвинуть альтернативную теорию, а затем попытаться ее проверить, открыла для меня новый мир. В один из своих визитов в кабинет профессора Фрэнка я рассказал ему о своей гипотезе, позволявшей объяснить, как развивается определенная стадия эпилепсии, и предложил протестировать мою идею на крысах. Идея понравилась профессору, и в следующие три месяца я занимался операциями над пятью десятками крыс. Я вживлял им катетеры в спинный мозг, а затем вводил различные субстанции, повышавшие или снижавшие частоту эпилептических припадков. При этом у меня имелась серьезная проблема. Из-за последствий несчастного случая мне было сложно двигать руками, что мешало проводить хирургические манипуляции на крысах. К счастью, мой лучший друг Рон Вайсберг, яро-вегетарианец и любитель домашних питомцев, согласился провести несколько выходных дней со мной в лаборатории и помочь с операциями. Если для дружбы и существуют настоящие испытания, то это было одним из них. В конце концов, теория не подтвердилась, но это не повлияло на уровень моего энтузиазма. Благодаря ей я смог чему-то научиться. И даже если сама теория оказалась ложной, теперь я был в этом абсолютно уверен. Я часто задавался вопросами о том, как что-либо работает, в том числе, что определяет поведение людей. Понимание того, что наука открывает колоссальные возможности и дает мощные инструменты для изучения любого представляющего интерес объекта, подтолкнуло меня погрузиться в исследование человеческого поведения. Имея в руках эти новые инструменты, я решил разобраться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова